Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами тем, что я заказывала. Заказывала я из Avon и Ariflame. Avon будет у нас заказ по каталогу номер 2, по-моему, и Ariflame по каталогу номер 1. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной. Так, сначала покажу Avon. Начну я с вот этого средства. Это умывалка от Solutions Avon. Это зимняя серия. Она как-то раньше у них продавалась в каталоге, но уже год я ее не вижу. Я думала, их сняли с производства, но обнаружила это средство в журнале распродажа Avon. Там он был представлен по скидке, по-моему, 18 гривен. Здесь у нас объем 200 миллилитров. В общем, туба такая довольно-таки увесистая. Я, кстати, как вы можете заметить, расфигачила благополучно вот эту вот крышку. Вот она у меня такая покусанная. В общем, ну, это не самое главное. Главное то, что средство мне понравилось. У нее такая белая густая кремовая консистенция. Она такая немножко даже с каким-то, я не знаю, перламутром, что ли. Как дневной крем из этой серии, тоже зимний. Он тоже идет с таким перламутром немножко. Запах такой кремовый, нежный, приятный, не напрягает. Он быстро выветривается. И что меня больше всего поразило в этой умывалке, вы умываетесь, все, и лицо у вас просто скрипит после нее. У меня никогда, вот сколько я пользовалась средствами, у меня никогда не было такого вот ощущения скрипа на лице. Вот честно, я никогда такого не замечала. И с этим средством я это заметила. Мне это так нравится. Я ощущаю просто, что моя кожа чистая. В общем, я довольна. И еще я заказала вот такой крем, тоже зимняя серия, ночной. У меня был ночной, но у меня, я им пользовалась. И попользовалась совсем немножко. И у меня упала так же, как и умывалка, упала баночка в ванной и разбилась. В общем, крем пришел в неприкодность. Он был у меня по всей ванне. Пришлось покупать новый. Довольно-таки питательный. Он очень быстро впитывается. Вообще, вот эта вот вся серия зимняя меня очень радует. Дневной крем, он вообще очень хорошо ложится на кожу. Правда, нужно подождать минут 10-15, пока он впитается. Но потом у вас лицо такое на внешний вид как будто жирноватое. А в креме как будто крем не впитался. Но на ощупь довольно-таки гладкое. И очень хорошо ложится макияж. Мне это очень нравится. Ночной крем тоже довольно-таки питательный. Он имеет запах. Запах у него ненавязчивый тоже. Такой для меня довольно-таки приятный. Он быстро впитывается. И в то же время я на утро просыпаюсь. У меня кожа такая ухоженная. Она такая гладкая. В общем, я не чувствую дискомфорта, пользуясь вот этим кремом. Я им довольна. Здесь 50 мл. В принципе, обычный крем. Но мне он нравится. Еще из Avon я заказала вот такой вот блеск. У меня уже есть наподобие. Получается, у меня нюдовый первый, который я заказывала. Этот у меня идет в оттенке Poutmore Pink. Я думаю, все знают эту серию. Но я повторюсь, это Perfect Kiss. В общем, вообще как бы идеальный поцелуй. Но там у нас в украинском каталоге незабудный поцелунок. Это значит незабываемый поцелуй на русский перевод. В общем, как-то так. Но на вид вы можете найти его спокойно в каталоге. Он один так выглядит в каталоге. И здесь 6 мл. Оттенок, конечно, темнее, чем я ожидала. Оттенок розовый, но он уходит даже в такую сиреневинку, что ли. Здесь много-много блесток. Именно не перламутра, а мелкого помола блесток. Ну, так же, как и в предыдущем, в принципе. Такой же широкий спонжик у него. И мне он очень нравится. Запахи у этих блесков просто бесподобные. Они вроде бы и нежные, в то же время такие вкусные. Мне это очень нравится. Цвет, конечно, на моих губах очень яркий. Для меня сейчас я считаю, что такой цвет можно носить именно весной. Когда все начинает расцветать. Когда светит ярко солнышко. Когда хочется одевать на себя не просто серо-коричнево-черную одежду, темно-синюю. В общем, не темные оттенки, а такие яркие, насыщенные. Вот именно на такой вот период ярких, насыщенных цветов, вот этот оттенок, мне кажется, подойдет как нельзя кстати. Хорошие блески, мне они очень понравились. Я жалею, что раньше не заказывала их. Долго смотрела на них, как-то кривилась, недоверчиво к ним относилась. Надеюсь, они не испортятся у них. Буду заказывать и дальше другие оттенки. И перейдем к заказу Арифлейм. Я заказала опять бальзам из зимней этой серии ихней. Не зимней, а новогодней. Это Essentials Lip Balm with Almond Oil. Я уже вам показывала этот бальзамчик. Мне он нравится сейчас, я на ночь пользуюсь. Я им довольна. И вот заказала на следующую зиму, оставлю себе. В этом бальзамчике, кстати, что мне нравится, что здесь 4,5 грамма. Довольно-таки внушительный объем. Хватает его очень надолго. Я пользуюсь тем старым уже месяц, даже больше. И у меня где-то половина, может быть, меньше. Поэтому присмотритесь. Неплохо питает губы, увлажняет их. В общем, на утро я встаю с хорошо увлажненными и напитанными губами. Поэтому, в принципе, я довольна им. И еще я взяла укрепляющий бальзам для ресниц. Выглядит он вот так. У меня, конечно, жидкость уже такая мутноватая. Он был прозрачный, такой, из синего оттенка. И прозрачный, как вот здесь, вот в самом низу. А сейчас, видите, он такой, стал весь у меня такой мутноватый. Из-за того, что я им пользуюсь и на брови. На брови попадает немножко тонального крема. Когда я наношу тональный крем. И, соответственно, после того, как я пользуюсь этим средством, немножко тонального крема с кисточки попадает в сам тюбик. В общем, в принципе, это средство... Запах такой свежий, приятный. Именно свежестью какой-то отдает. Здесь 12 мл. Срок годности здесь 6 месяцев. Это значит, что продукт, в принципе, вроде бы как натуральный. Я не знаю состав, потому что здесь состава нет. На самом тюбике. И упаковки у меня не было. Мне вот так вот его и вручили. Я им пользуюсь и на ресницы, и на брови. Я не знаю, как он там укрепляет что-то. Нет. Этого особо не почувствовала. Пользуюсь я не так давно. Поэтому, я думаю, нужно не один тюбик использовать этого средства. И то, в общем, средства я такое больше заказывать не буду. Тюбик неплохой. Я, наверное, тюбик оставлю для репейного масла, которым я пользуюсь сейчас на брови, на ночь наношу. Добавлю в этот тюбик. Довольно-таки хорошая, удобная щеточка. Она очень маленькая. В общем, тюбик мне пригодится. Ничего, я, в принципе, не жалею. Тем более, он в каталоге в этом, в первом, стоил по скидке, по-моему, 20 гривен, если я не ошибаюсь. А так, он у них очень дорогой. И я, в принципе, не жалею. Так что, эту вещь я вам не советую. Поняла. Это мое мнение. Если вы, конечно, пробовали, вам нравится, ради бога. Просто я не поняла. Еще я заказала две кисточки. Одна кисточка идет для теней. Такая довольно-таки широкая по своему объему. Она двухсторонняя. И у нее на другом конце, в общем, должен быть спонжик. Этот спонжик был, когда мне пришла кисточка, он был благополучно туда всунут, в само вот это вот отверстие. Но, когда я открыла саму кисть, получается, я достала ее и потрогала просто спонжик. Он был, так сказать, не на своем месте. Он торчал где-то вот так вот. Когда я на него надавила, он ушел далеко туда. И, получается, он никак не был закреплен. Я его благополучно вытащила. Вот это вот идет два спонжика. Один шел запасной. И один я вытащила отсюда, так как он мне, в принципе, не нужен. Вот, в принципе, два этих спонжика лежат у меня без дела. Но кисть, я вам хочу сказать, кисть очень хорошая. Я не пожалела, что я ее заказала. Буду заказывать еще именно кисть для теней. Потому что никогда не помешает запасная кисть. Я просто в восторге. Ни один волосок не вылез. Я ее мыла, когда получила. Вода была не черная. Запаха от кисти не было. Она прям шелковисто набирает тени, наносит тени на века. Просто я ее не ощущаю на веках. Я очень ей довольна. Вот именно кисть для теней я могу посоветовать. Я, кстати, думала, что из-за того, что она такая широковатая, я к ней не приноровлюсь. Мне не очень это будет нравиться. Как-то дискомфорт буду испытывать. Но нет, девочки. Я ее просто не ощущаю. Она ложится в руку идеально. Просто как родилась эта кисточка. Я ее довольна. Советую, советую, советую. И еще я заказывала кисть. Там отдельная страница с продуктами Very Me называется. Так вот, на этой странице, где блески, пудры, всякие там, всякая ерунда, там была кисть. Такая очень довольно-таки интересная для румян. Девочки, я ее заказала. И вот, что мне пришло. Эта кисть, вы можете посмотреть, насколько она маленькая. Это просто жесть. Я в шоке, что этой кистью можно сделать, какие нанести румяна. Я сначала... Да, это моя ошибка. Я не посмотрела размер. В принципе, если так посмотреть, то она довольно-таки красиво смотрится. Она просто у меня в использовании, поэтому она такая помятая уже. Но так, в принципе, она красивенько смотрится. Я, когда увидела ее в каталоге, думаю, ну ничего, не помешает еще одна кисточка для румян. Думаю, возьму эту, ничего страшного. Когда она пришла, я думаю, блин, ну что с ней делать-то? Я просто не могла удержать смех свой. И решила применить ее для нанесения хайлайтера. Распределять хайлайтер довольно-таки неплохо. Потому что до этого я делала растушевочной кистью от Ariflame. И это было не очень удобно, потому что она бывает иногда грязная в темных оттенках. И после этого как-то наносить хайлайтер не очень прикольно, так сказать. Ну, в общем, вот я ее приспособила. В общем, протормозила я. Но расскажу про саму, она довольно-таки хорошо сделана. Но сам ворс, он немножко такой колючий, я бы сказала. И когда я ее мыла, вода была черной. Долго эта чернота не вымывалась с этой кисти. Потом лез в ворс очень сильно. Мне это очень не понравилось сразу. Я думала ее и выбросить уже, и все, и расстроилась. Но потом помыла. Сейчас в ничего не лезет. Абсолютно ничего. Вот наношу, пользуюсь. И в подарок мой консультант. Решила себе не изменять. Подарила мне гель для душа. Тоже Discover. У меня есть такое мыло. Я вам показывала с вишней, что ли. Вот цветущие. В общем, цветки вишни, по-моему, что-то такое. Здесь уже внушительный объем. 400 миллилитров. Запах, конечно, такой химозный немножко. Но приятный. Гели эти неплохие. Они, конечно, запах надолго не оставляют на теле. Но, честно, мыло мне из серии Discover нравится больше. Не знаю, я как-то склонна больше к мылам, чем вот к гелям для душа. Не знаю, это мое мнение. Но кто любит и не заказывал, закажите, попробуйте. Такой лег. Я даже сказала бы весенний аромат. Именно весенний, когда вот все расцветает только. Так что вот присмотритесь. Ну вот и все, девчонки, что я заказала. Все мои заказики я вам показала, обо всем рассказала. Скоро придут следующие заказы. Ждите нового видео, новый обзор. Также заходите в мою группу ВКонтакте. Буду очень рада вам. Подписывайтесь, если хотите, на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И ставьте лайки этому видео, если вам понравилось. Всем удачи, до новых видео и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok